Таблетки. Зло или панацея? Когда их действительно нужно принимать, а когда без назначения врача не стоит? Здравствуйте! Меня зовут Рыбалка Александр Игоревич, я врач-педиатр. Приветствую вас на канале Новая Медицина и это Медблог. Лекарственными веществами пользовались еще задолго до нашей эры и этому есть подтверждение. Но сейчас мы живем в 21 веке и все подряд принимать не нужно, это вредит. Сейчас огромное количество препаратов, рекламы, поэтому нужно выверенно с помощью консультации врача решать, что и когда нужно принимать. Не заниматься ни в коем случае самолечением. Хотелось бы коснуться в первую очередь то, что очень важно детей в период, когда респираторная инфекция одолевает вас. Преимущественно это осенне-зимний период времени, но бывает даже летом. Это такой препарат, как берадуал или же венталин. Что это такое? Это препарат, который используется в виде ингаляции, то есть дышит через небулайзер. Небулайзер решение, решение многих проблем. Но не всем и не всегда нужно использовать берадуал. Он является бронходилататором, то есть он расширяет бронхи в случае их спазма. Но спазм бывает только в нескольких ситуациях. У детей это абструктивный бронхит, это бронхиальная астма, приступ. У взрослых это хроническое абструктивное заболевание легких и хронический бронхит. Других причин назначения берадуала просто нет. Потому что он вредит здоровью вашему ребенку. Как именно? Смотрите. В случае абструктивного бронхита или бронхиальной астмы, бронхиальное дерево сужается за счет мышечного и слизистого слоя. Берадуал действует на мышечный слой и расширяет его. И ребенок может полноценно нормально дышать. В случае, если это обычный бронхит, обычная респираторка, то мышечный слой и так нормальный, он не сужен. А берадуал пытается его расширить еще больше. Как отвечает на это организм? Он отвечает это более длительным кашлем и небыстрым улучшением самочувствия ребенка. В большинстве респираторных инфекций, несмотря на то, что количество аллергиков увеличилось, они являются простые респираторки без бронхоабструктивного синдрома. Поэтому необходимость в берадуале отсутствует. Потому что он удлинит заболевание ребенка, продолжительность заболевания ребенка. И неприятное ощущение, кашель, дискомфорт. То есть, ребенок будет хуже относиться к ингаляциям, а этого быть не должно. Следующая группа препаратов, это препараты противокашлевые. Они также назначаются не самостоятельно, только при консультации врача. Вы можете меня спросить, а почему какой-то мукалтин, амбраксол, я не могу назначить ребенку, если он просто кашляет. Почему? Потому что есть несколько, начнем с этого, что несколько групп препаратов. Есть, которые усиливают секрецию в бронхах, такие как амбраксол, амбробена. Они увеличивают количество секретов в бронхах. И есть препараты, группы, которые разжижают, это мокрота, это ацетилцистеин, ацеца. Касательно амбробена, амбраксола, почему при любом кашле его нельзя? При обычной респираторной инфекции чаще вовлекаются в верхние дыхательные пути. И связан этот кашель с раздражением рецепторов в носо-ротоглотке, слизью из носа, воспалительным процессом в ротоглотке или другими моментами. Не причиной слизи, а амбраксол будет увеличивать количество секрета. И у детей особенно маленького возраста это является синдром искусственного затопления легких. В некоторых ситуациях это может приводить к пневмониям, к затяжному течению болезни. Поэтому самостоятельно эти препараты не назначаются. Поговорили о амбраксоле. Но также самостоятельно не стоит назначать и АЦЦ. Несмотря на то, что он разжижает мокроту, повторюсь, основная причина заболевания это респираторки. Не вовлекаются бронхи. АЦЦ будет разжижать мокроту, которой нет. То есть он не будет приносить ни эффекта, ни пользы. Он в этот момент просто бесполезен. Также есть препараты как центрального действия. Они действуют на кашлевой рецептор и его просто блокируя. То есть не вызывая кашель. Такие препараты эффективно используются действительно при коклюше, при навязчивом сухом кашле, в период отсутствия и подтверждения пневмонии. Это препараты как Коделак, Нео например и другие. В обычную респираторку использовать его нельзя. Он блокирует рецепторы и ребенок просто не может откашлять. То есть ребенок с синдромом искусственного затопления с другой стороны образуется и здесь. То есть это риск развития пневмонии и осложнения бронхи. Не нужно это делать. Берегите себя, своего ребенка. Эти препараты не зло. Просто их эффективность и необходимость какой группы в какой период оценивает именно врач. Самолечением не нужно заниматься, потому что это может привести к осложнениям респираторной инфекции. Врач знает, когда это назначать. Это может быть бронхит, пневмония, гайморит и другие показания. То есть в тот период, когда это действительно нужно. Как лечиться тогда, если не использовать биродуал, амбраксол, может использовать противовирусные препараты? Я с этим не согласен. По последним рекомендациям, противовирусные препараты не являются основой лечения. Они не доказали выраженной эффективности при практически всех респираторных вирусных инфекциях. То есть в обычный сезон или не сезон они являются малоэффективными. В эту тему есть всем известная шутка, что при лечении простуды проходит 7 дней, а без лечения неделя. Поэтому не нужно лечиться противовирусными. Я на личном примере не увидел эффекта. Этому подтверждению также есть рекомендации. Как Всемирные, так и Союза педиатров России. Поэтому использовать такие препараты, как анаферон, я не рекомендую. Потому что более быстрое выздоровление, эффекта вау, вы не увидите. Поэтому применять их я не вижу необходимости. Также эти препараты могут нанести вред. И это мы видели, уверен, много врачей клинических замечали эффект отрицательный. В период коронавирусной инфекции. В связи с тем, что COVID-инфекция влияла на иммунную реакцию, на иммунный ответ организма. А противовирусные препараты также нацелены на вовлечение иммунитета в процесс. Они только ухудшали течение и осложняли его. Каких-то летальных исходов, слава богу, в моем личном опыте не было. Но продолжительность болезни удлинялась, просто применяя противовирусные препараты. Мое личное мнение по поводу противовирусных препаратов, лично я не применял бы и не рекомендовал. Перейдем к самому интересному. Это антибиотики. Изобрели их очень давно. Начинались они с пенициллина обычного. А сейчас их огромное множество. В аптеке можно просто глаза потерять, увидев количество антибиотиков. Так что, стоит их применять самостоятельно или нет? Как вы думаете? Мое личное мнение? Ни в коем случае. Показания к антибиотикам всего лишь несколько, действительно важных. И они принимаются только по рекомендации врача. Этими показаниями могут быть, в первую очередь, самое главное показание. Это подтвержденная бактериальная инфекция. Это отит, пневмония, ангина и другие виды респираторной и нереспираторной инфекции. Которые подтверждены или клинически, или также другие методы, это лабораторно или инструментально. Крайнее, какое может быть показание? В случае отсутствия возможности, это температура 38 и выше, более 72 часов. Тогда это действительно показание к назначению антибактериальных препаратов. Почему? Вы можете меня спросить, я не могу его выпить просто так. Одну таблетку закинул и всё. Пополоскал фурацелином и мне хорошо. Во всём мире принята основная стратегия в медицине. Это избежать антибиотикорезистентности. Она начинается с детства. То есть, у ребёнка температура, сразу таблеточку антибиотик. Что такое антибиотикорезистентность? Это устойчивость микроорганизма к конкретному антибиотику. А давайте допустим такую ситуацию, что ребёнок в течение нескольких лет получил практически все группы бактериальных препаратов на обычную респираторную инфекцию. А не дай бог случилась пневмония или кишечная инфекция, которые требуют антибактериальной терапии. А организм уже может быть устойчивым. Микроорганизмы не восприимчивы к нему. И приходится придумать врачу велосипед, чтобы что-то с этим решить. Не забывайте, что ребёнку жить длинную жизнь. Поэтому максимально необходимо минимизировать количество получаемых препаратов. И все они должны быть строго по показаниям. Антибиотики при этом, кроме того, что могут вызывать антибиотикорезистентность, то есть в нужный момент ты просто не сможешь его принять. Он будет неэффективен. Есть ещё такие осложнения, как антибиотик ассоциированная диарея. То есть дополнительное вовлечение микрофлоры в этот процесс. Ваша микрофлора в этот период, грубо сказать, вымывается. И ещё долго может быть необходимость восстановить организма полной силы. В связи с ростом количества аллергических реакций и увеличением количества детей аллергиков, антибиотики также могут вызывать аллергическую реакцию. И причём не просто сыпь, это может быть реакция вплоть до отёка квинки, а это жизнеугрожающая ситуация. Казалось бы, обычная респираторка и отёк квинки – риск жизни на ровном месте. Зачем рисковать? Этим видео мы пытались донести, что не нужно заниматься самолечением. Всё, что вы хотите и нужно принимать, это лишь с консультацией специалиста. Принимать самостоятельно препараты не нужно, это вредит вашему здоровью. А здоровье нужно беречь с молоду. А как вы лечите респираторную инфекцию? Обязательно напишите в комментарии, нам будет интересно прочитать, как именно вы лечите респираторку. И не забудьте подписаться на канал, потому что скоро выйдет видео, как правильно, согласно клиническим рекомендациям и практического опыта, лечить респираторную инфекцию. До новых встреч!